В школе номер 2 почти 900 учеников. Здание соответствует всем пожарным и санитарным требованиям. Во всех кабинетах установлены светодиодные лампы, обновлено покрытие пола и стен, оборудованы спортзалы, душевые комнаты и раздевалки буквально отстроили заново. Позаботились и о комфорте первоклассников, выделив для них новые кабинеты. Уже фактически за бюджетные денежные средства оплачено, то есть город нам все приобретает, поэтому 1 сентября 31 класс сядет в отремонтированный кабинет с мебелью, с мультимедийным оборудованием. Следующая остановка в школе номер 6. В этом году здесь появится 8 первых классов. Как отмечает директор школы, увеличение количества учеников связано с миграцией. Многие первоклассники приехали с родителями в Анапу из других регионов страны. Для детей обустроили кабинеты, провели косметический ремонт. Оригинально подошли и к игровой зоне, чтобы занять школьников на перемене активными и развивающими играми. То есть здесь у них счет, а с той стороны у нас там вот такой змей, там алповит, то есть дети могут выстраиваться, стоять по буковкам. Сельские школы не отстают по техническому оснащению от своих городских коллег. В субсехе 1 сентября за парты сядут более 1 тысячи детей. Акцент делают на инновационных технологиях обучения. В класс информатики будут закуплены ноутбуки, а все компьютеры подключены к единой локальной сети. Вот сейчас, если говорить предварительную оценку, надо сказать, что да, действительно, наши учебные заведения подготовлены к приему наших детей, для нас это очень радостное, волнительное событие. Мы тоже переживаем, так же, как и они, и делаем максимально от нас возможное. По словам комиссии, остались финальные работы – косметический ремонт и уборка мусора. В некоторых школах необходимо устранить небольшие погрешности в столовых и системе пожарной безопасности. В целом же, по оценке депутатов, школы полностью готовы к началу учебного года. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Бергалиев, Анапа. Регион.